по подключению было записано несколько видео инструкций и во всех инструкциях они есть также когда вы проходите тест подключаете свой счет у вас там есть файлик с настройками то есть как настроить робота и там тоже 6 пар прописаны вот вы можете посмотреть на моем экране что это за пары перечислять не буду либо если не знаете до сих пор на этих парах торговать попросите человек который вас пригласил чтобы он поделился списком пар на которых лучше торговать далее значит здесь тоже видим 6 пар у меня давайте перейдем непосредственно сами настройки советника есть два советника есть 1 версия 2 версия 2 версия упрощенная и она мне больше нравится и так изначально сфер входные параметры вы должны ввести логин и пароль от вашего личного кабинета для того чтобы получить доступ также также в личном кабинете вы должны прописать номер счета вот в данном случае меня 724 990 я знаю что некоторые ребята я знаю что большинство это как бы нормально давно нет не все еще разобрались как это делать а и давать сейчас покажу для тех кто еще не разобрался как номер счета активировать заходим раздела лицензии лицензии на английском нажимаем единственное значение валидей для тех кто лицензию номер лицензии не прописал здесь нужно будет пройти небольшой тест либо вы можете самостоятельного прийти либо ответы спросить у вышестоящих спонсоров которые вас пригласили вот и сюда не придем просто прописать номер вашего счета торгового нажать update после этого у вас будет лицензия активирована и робот будет работать вот видите мой номер счета вот теперь давайте пробежимся по настройкам которые есть в роботе от версии 2 кто еще не обновил робота было две версии сначала была первая рекомендую всем обновить так первая настройка это викли гол а переводится как еженедельная цель здесь вы можете задать еженедельную цель то есть сколько процентов еженедельно вы хотели бы зарабатывать например при достижении 15 процентов за неделю робот закрывает все сделки и отключается до следующей недели значит цель достигнута вот на консервативных настройках я поставил цель 15 процентов лот 001 на 1000 про лоту более подробно попозже расскажу вот вы можете выбрать любое значение которое вас устраивает опять же есть разные люди и разные ситуации кому-то достаточно 5 процентов и они уже в понедельник эта цель была достигнута у них уже робот не торгует они заработали 5 процентов за неделю аккуратненько консервативно и не стали дальше торговать кого-то устраивать 10 процентов неделю вот 15 кого-то 20 кто-то вообще выставляет большое значение на 50 процентов до чтобы дать роботу доработать до конца я выставил 15 процентов в принципе она консервативных настройках для меня будет более чем недостаточно далее с этим я думаю значение все понятно даже не буду спрашивать у вас далее следующее значение эти протектора как видим у меня но выставлено 20 а вот по этому значению есть очень много мнений различных кто-то считает что это значение должно быть кто-то считает что значение не должно быть во первых расскажу что это означает при просадке 20 процентов данном случае меня все сделки закрываются и робот отключается то есть на 1000 долларов получается 200 долларов если уйдет у меня на минус 200 долларов соответственно робот закроет все сделки и отключится а для чего нужно это значение это значение нужно чтобы защитить ваш капитал я знаю что есть люди которые стараются более консервативно торговать есть люди которые на более крупных суммах продавать и чтобы не рисковать своими деньгами они могут задать это значение поставить 20 процентов робот не может потерять более 20 процентов от их суммы то есть для кого-то это значение но такое достаточно дополнительное и оно нужно да чтобы не рисковать всеми деньгами вот они выставляют 20 процентов кто-то считает что лучше его не выставлять почему потому что может быть такая ситуация что вы зайдете просадку например 20-25 процентов а потом рынок развернется и вы не закроетесь в углу бы так 20 процентов а вот эти минус там 20-25 процентов 30 процентов они потом закроются в очень хороший плюс и на этом еще очень много заработаете вот здесь есть как плюс так и минус то есть вы сможете выдержать любую просадку да если рынок развернется вашу сторону закроетесь в очень хороший плюс и заработаете гораздо больше но при этом если же рынок продолжит двигаться не в вашу сторону и так что длительное время он будет двигаться против вас тогда у вас есть риск потери всего капитала не части капитала 20 процентов например а всего капитала вот поэтому вы можете выставить это значение исходя из вашей ситуации то есть кто хочет рисковать только частью капитала например 20 процентов вы можете выставить значение 20 процентов а кто например хочет готов рискнуть всем капиталом но при этом зарабатывать больше то есть может выставить значение например 80 90 процентов лично мое мнение тоже не спрашивают какое мое мнение вот я считаю что есть две стратегии первая стратегия по которой можно работать на это разгон депозита по сложным то есть данный робот он способен работать со сложным процентом например вот у меня стоит лот 0.01 на тысячу да то есть например на другого отмель 2000 долларов я ставлю лот 0.02 далее там разгоняется на 3000 долларов ставлю лот 0.03 и таким образом будет все повышаться 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 и в итоге на дистанции получатся очень хорошие результаты они даже могут быть лучше чем те если зарабатывать ежемесячно по 40 процентов или 50 процентов и выводить деньги то есть даже можно там зарабатывать по 10 20 процентов в сложном проценте за полгода год достаточно неплохо разогнать свой капитал вот и мое мнение какое то есть если вы нацелены на долгосрочную работу и на разгон капитала по сложному проценту в долгосрочной перспективе тогда это значение вам нужно чтобы вы не рисковали всей суммой то есть например такая ситуация у вас возникла вы потеряли 20 процентов от капитала если например это было в понедельник то во вторник запускаете робота и он продолжает вас работать вот если же было в среду то уже на следующей неделе например запускаете данного робота и в течение там может быть двух недель одной-двух недели в зависимости от ситуации на рынке он получается эту просадку восстанавливает и дальше начинает приносить прибыль то есть таким образом например он может у вас прибыль быть какая то есть например там 20 30 процентов например вы наторговали 20 слило потом с десяти процентов и там еще 30 процентов наторговали то есть периодически он будет закрываться поэтому эти протектору но в целом у вас будет выходить естественно результаты они пока просто предположительная гарантировать тех никто не может и вот прям точный цифр назвать никто не может то есть даже ориентировочно там есть 30 процентов в месяц вы будете зарабатывать а даже с учетом периодических закрытий по этому и на дистанции по сложному проценту вы сами можете почитать эти калькулятор сложных процентов и почитать на какие результаты для этих процентов вы можете выйти например знаю что если зарабатывать потом 10 процентов в месяц там на дистанции 35 лет у вас будет больше чем 1 миллион долларов депозит то есть всего три года подождать даже по те же самые 10 процентов аккуратненько раскачивая можно выйти на прям такие внушительные суммы если посчитать по 20 процентов там еще больше то есть и конкретно вот цель у меня данного счета это вот на дистанции зарабатывая не особо крупными суммами возможно которые на первый взгляд кажутся не крупными но на дистанции по сложному проценту аккуратненько без рисков без лишних рисков не может быть риск больше 10 процентов а разогнать и депозит до очень-очень крупные суммы вот это первый вариант соответственно для тех кто хочет двигаться по такой же стратегии я рекомендую выставлять equity protector а насчет цифр рекомендуемое значение 20 30 больше 30 я не рекомендую выставлять потому что будет очень тяжело выходить за просадку далее а есть категория людей которые хотят зарабатывать деньги а ежемесячно выводить их возможно на абонентскую плату возможно себе да и они готовы торговать более агрессивно от более большие проценты да соответственно чем больше процент тем больше риск вот и это значение она будет часто достигаться на агрессивных настройках на прошлом вебинаре я вам рассказывал что даже вот слотом 005 на тысячу да хотя это очень очень агрессивные настройки за месяц за последний месяц это значение достигалось два раза но при этом он даже с учетом вот этих двух просадок 20 процентов он показал сто процентов за месяц вот но это на очень агрессивных настройках вот на настройках 002-003 лота больше 003 я не рекомендую ставить соответственно это значение вы можете снять и иногда заходить большую просадку например там 30 процентов 40 процентов вот у вас но при этом вы будете зарабатывать больше как видим даже вот на лоте 002 до получился менее 40 процентов то есть если таким образом зарабатывать и выводить деньги да то есть но будут очень такие суммы в краткосрочной перспективе ежемесячно прибыль будет гораздо больше но тут вы будете выводить то есть тут рекомендуется выводить сумму потому что у вас защиты капитала нету да и рано или поздно может наступить такой момент что вы сольете полностью весь свой депозит если у вас будет стоять значение 80-90 процентов то есть 80-90 процентов защиты от капитала вы будете ну как бы выислоите вот то есть вы можете например один месяц забрать там 80 процентов например за месяц второй месяц 80 процентов за месяц среднюю цифру забрать третий месяц забрать 80 процентов а потом он у вас сольет да к примеру и ну даже несмотря на этот слив полный вы заработаете очень большие деньги вот естественно но на мой взгляд опять же скажу эти протектор то есть если кто хочет долгосрочно работать и разгонять депозит есть мои средства ну либо снимая понемногу да то лучше конечно выставлять если вы планируете зарабатывать ежемесячно снимать деньги то есть раз в месяц раз два месяца на абонентские платы на какие-то собственные потребности можно это значение ставить в принципе я объяснил понятия вот это то есть дальше как бы но тут вы сами можете решать как вам действовать обе ситуации я вам объяснил как лучше я сам лично данный счет использую с equity протектор вполне возможно что в будущем я открою еще один реальный счет и оставлю его без equity протектора например на лоте 002 чтобы он максимально давал прибыль в краткосрочной перспективе далее следующее значение я сейчас все значения тогда пробегусь потом если у вас возникнут вопрос по каким-либо настройкам вы зададите в чатах я вам отвечу на ваши вопросы следующее значение stop running after equity protector она стоит по умолчанию да то есть после того как у вас будет достигнуть уровень equity протектора на защиту этого просадка 20 процентов у вас сделки закрывается если у вас три значения есть это значит что у вас робот не будет работать пока вы сами его не запустите вот если же вы поставите нет значения но это означает что у вас например достигла просадки 20 процентов и после этого робот автоматически у вас сам перезапустится начнет торговать оптимально держать есть что если вы задаете случайно просадку да извиняюсь 20 процентов то и вы будете не у компьютера то есть вы подошли к компьютеру увидите что у вас просадка и вы сами можете запустить в тот момент когда вам нужно будет дальше следующее значение вот этот один из самых важных параметров да и то есть какой лот установить на какую сумму и здесь тоже есть много мнений как я говорил есть более консервативные трейдеры есть более агрессивные трейдеры вот и значит каждый человек может выставить значение по на свое усмотрение а если вы не знаете либо не определились еще с каким лотом работы да то есть у вас есть возможность протестировать слотом 001 002 на 1000 на ваше усмотрение но если вы не определились еще вы можете начать с лотом 001 это достаточно безопасные настройки вот чтобы понять принцип работы робота если вы увидите что будет у вас он торговать консервативно соответственно вы можете там ну вам захочется больше процентов увидеть небольшие просадки на дистанции вы можете этот лот потом увеличить просто вот можно менять любой момент когда захочете но при этом сделки желательно чтобы были все закрыты а вот по поводу лота я вам уже показываю свои результаты а еще раз покажу чтобы было понимание примерно какой вот как отрабатывает так сейчас зайду на май фейсбук так вот 001 пока конечно по результатам вот 001 судить мало да то есть вот два торгового дня 10 процентов вот но исходя вот за доходности но можно рассчитывать примерно на лоте 001 где-то на 10-15 процентов в неделю но ориентировочно 10 процентов в неделю я думаю просадка как видим 2-8 процента всего глаза эти два дня посмотрим как будет на дистанции потому что я только на этой неделе подсчет запустил на реальные деньги для этого только на демо счетах торговал вот и далее лот получается 002 как видим 42 процента можно сказать что за 6 торговых то есть ну за две полных рабочих недели то есть у меня была среда позапрошлой неделе три дня на прошлой неделе и два дня на этой то есть если один день запрошлой на эту неделю перенести получается две недели то есть в среднем неделя 20 процентов ну можно рассчитывать на 15-20 процентов просадка как видим уже было больше то есть 11 процентов за 24 процента она была вот здесь по моему максимальная просадка как видим до 20 процентов не доходила максимально было 10 процентов должно вот вот поэтому достаточно безопасно торговать более агрессивные настройки я продвигать не буду я думаю что даже вот лотом 002 более чем хватит чтобы торговать хорошей вероятностью прибыли но на ваше усмотрение опять же на демо счете вы можете протестировать и попробовать если вы хотите прям очень агрессивно торговать с большими рисками ну либо выше как я уже говорил то есть можно и выше вот пробовать но это не рекомендуется уже также если у вас вы планируете например с крупных сумм начать работать этот робот подходит для тех у кого и крупные суммы напомню что раньше этот робот использовался хэдж фонда сша и он был сделан для сумм от 10 тысяч долларов и выше с помощью этого робота торговали и на сотни тысяч долларов и миллион долларов поэтому можно использовать более крупные суммы соответственно например на более крупных суммах вы можете лот даже сделать меньше чем 0.01 на тысячу то есть например если у вас 10 тысяч долларов вы можете поставить лот не 0.1 а например 0.05 либо 0.06 на 10 тысяч то есть сделать еще более консервативно чтобы у вас все было относительно безопасно вот что к сайма лота я думаю с этим понятно все а следующее значение level range в принципе оно должно быть по умолчанию не рекомендую его менять а только продвинутым трейдером и с целью экспериментов то есть возможно более продвинутые трейдеры которые уже имеют опыт достаточно большой на рынке форекс два три года и больше вот вы можете поэкспериментировать с этим значением она означает значит на каком расстоянии будет открыта следующая сделка если движение пойдет не в нашу сторону сейчас я вам покажу для примера что нибудь примеру графика доллар иена плохо что здесь закрывается не видно но я вам покажу сейчас смотрю наоборот так не видно да итак у нас видим открытая была сделка в бай вот по этой цене здесь да вот этой профиты и движение пошло не в нашу сторону соответственно открылась вторая сделка здесь и вот это расстояние получается оно равно 21 пункт по четырех знаку по пяти знаку это 210 пипсов еще более простой пример я знаю что многие с гамильтоном работали и на гамильтон это то же самое что гриб есть 210 точнее вот здесь получается 21 вот я думаю с этим значением тоже все более-менее понятно я работаю всегда на 21 вот с другими значениями тоже хотел поэкспериментировать но пока времени не хватает но я думаю что это оптимальное значение можно с ним работать вот опять же на ваше усмотрение если вы хотите вы более продвинутый трейдер опять же и хотите поэкспериментировать можете с разным значения поставить более агрессивно и меньше сторону например 17 18 более агрессивно год 25 30 это уже более консервативно год вот но рекомендуется оставлять всегда это значение таким далее следующее значение там max levels это максимальное количество сделок по одной торговой паре которая может быть открыта она стоит 12 я рекомендую это значение оставить таким и не менять ну это значение moving average период это значит получается стоит значение 20 по умолчанию я рекомендую тоже его не менять оно влияет на анализ то есть какую сторону открывается сделки buy sell то есть есть такой индикатор скользящая средняя которая показывает направление рынка на основе этого а индикатора робот принимает решение открывать сделки buy либо sell вот ну и далее у нас получается торговые дни рекомендовано торговать с понедельника по среду по московскому времени на то есть живет сша либо в других странах а у них даже вот потому что сша воскресенье начинает с другой день то есть комендую торговать с понедельника по среду среду 2100 по москве желательно выйти из рынка то есть если у вас смотрим а просадка небольшая например вот два процента для просадки да то есть я нажимаю автоторговля отключить отключая автоторговлю и закрываю все сделки и выхожу с рынка и запускаю робот только на следующей неделе вот сейчас я еще прокомментирую тоже на свое усмотрение по этим параметрам вот так же еще хочу обратить внимание что в понедельник по московскому времени опять же да рекомендуют запускать робот не сразу же после открытия рынка а ориентировочно ну в час тридцать два ночи можно почему потому что когда рынок открывается на рынке очень большие спреды а как волатильность очень низкая очень высокие спреды и соответственно вы будете просто переплачивать большие суммы за открытие сделок вот поэтому лучше дождаться когда получается спреды уменьшится вы можете посмотреть спреды вашем терминале на телефоне мета трейдер 4 я обычно так делают и захожу на трейдер 4 самая первая вкладка по моему котировки называется сейчас смотрю до котировки заходите нажимаете там деталях там показаны спреды у вас то есть какой спред если в начале недели там по некоторым парам может быть больше ста да то есть обычно он там может быть в районе там пяти там не более стиля а вот когда рынок открывается то есть он может быть и выше 100 поэтому но лишние деньги переплачивать в случае подождать пару часиков и включить его без спредов вот так же смотрите по поводу торговых дней а если вы новичок рекомендуется вам следовать строго этим рекомендациям подбывать понедельника по среду среду до девяти часов вечера выходить и сделок выходить с рынка включать робота и запускать только на следующей неделе если вы более продвинутый пользователь можно иногда еще приторговывать по четвергам каким образом это делается вы смотрите календарь новостей а бывают дни когда четверг очень агрессивный день очень много новостей соответственно мы выходим среду но бывают некоторые недели не каждом но бывают такие недели время от времени когда новостей нет соответственно на ваше усмотрение если вы более агрессивный трейдер вы можете включить например про четвергам продавать еще один дополнительный день и дополнительно заработать денег естественно учитывая все риски вот обычно четыре пятницы самые такие сильные движения на рынке робот у нас больше как бы лучшие результаты показывает на более спокойном рынке вот поэтому торговать четверг пятницу рекомендуется но если опять же скажу вы продвинутый трейдер и на рынке будет спокойно ориентироваться спокойно то есть нет никаких важных экономических новостей вы можете попробовать запускать в четверг вот в принципе все настройки я рассказал основные и сейчас я думаю что начнем отвечать на вопросы изначально ответы на вопросы у нас будут по настройкам и далее сначала давайте настройки все разберем и далее уже мы с вами поговорим о вообще об остальных всех вопросах компании о других продуктах о компасе вот пожалуйста пишите ваши вопросы в чат почему только на определенных парах можно торговать значит рекомендуется торговать именно по этим парам потому что робот был протестирован более чем за два года именно на этих парах и он показал на этих парах самые оптимальные результаты на ваше усмотрение вы можете попробовать на демо счетах потестировать другие пары но рекомендация от компании торговать именно на этих парах андрей на новостях отключал робота да на новостях я робота отключаю отключаю за ориентировочно за полчаса до новостей включает через полчаса после новостей вот можно по рекомендациям отключать за час до новостей через час после новостей включать вот это очень важный фактор особенно если много новостей прям совсем важно я знаю что по австралийскому доллару не совсем удобно я задавал вопрос по поводу этой ситуации что если вдруг если новости будет 4.30 по москве вот по австралийскому доллару обычно в это время новости выходят что делать вот и значит поступила такая рекомендация что если вы видите что новости важно то можно с вечера то есть перед тем как вы ложите спать вы можете отключить робота выйти сделок если у вас небольшая просадка если просадка побольше то есть можете оставить как есть но отключите торговлю в случае если рынок пойдет не в вашу сторону чтобы робот не открывал очень большое количество позиций на новостях делаем то же самое что и в среду более подробно сейчас поле развернуто я отвечу на вопрос всегда перед новостями либо в среду отключаем автоторговлю если у вас просадка небольшая том эту просадку закрываем до 5 процентов а если просадка большая то тут два варианта есть первый вариант вы можете отключить а значит смотреть то есть автоторговлю не включать автоторговлю отключили смотрит за сделками вот если у вас сделки выходят в плюс то закрывайте а вот если минус то оставляете просто ждать пока не начнется новая неделя и чтобы заново запустить робот и он откроет заново новые ордера если это потребуется чтобы захеджировать предыдущие либо второй вариант вы можете посмотреть на график новостей если рынок ожидать спокойно новостей особо не будет никаких каких-то там важных вы можете продолжить со включенным роботом отрабатывать эту просадку но это уже более рискованно вот так делать не рекомендуется но таким образом можно делать например на гамильтоне я не дать 5 образом отрабатывать я вижу по пятницам новостей рекомендовано было включать робота но я иногда его включал и отрабатывал посадку вот то есть тут два варианта есть среду отключал демо счета и будешь ли реально еще отключали среду по рекомендации до среду я выключил его не следу а по моему со среды на четверг ночью я отключил автоторговлю у меня кстати на демо счет по моему была небольшая просадка в районе пяти процентов я решил ее не закрывать и я закрыл ее в четверг она вышла мне из этой просадки но робот был отключен у меня то есть я дождался когда он выйдет из этой просадки и закрыл дел на реальном счете я буду также делать если будет большая просадка буду смотреть на новости если рынок будет спокойно то оставлю робота перерабатывать если же рынок будет более агрессивный то соответственно просто включу автоторговлю насчет среды тоже вот я раз объяснил что если ну я но более такой морской продвинутый трейдер более агрессивный трейдер вот стараюсь взять как можно больше все что дают вот поэтому я ну иногда буду по четвергам поторговать когда я увижу что рынок будет спокойно вот первая последняя неделя месяца это не рекомендуется делать сразу же говорю в середине месяца иногда бывают спокойные дни по четвергам почему робот на одной свече открывает несколько сделок айфрейм b1 впечатление что робот торгует по своему таймфрейму на одной свече робот может открывать несколько сделок это как я вам говорил есть значение 21 которая то есть каждые 21 пункт он будет открывать сделки то есть если у вас пошла резкая свеча на новостях для чего рекомендуется робот на новостях для того чтобы если пойдет резкая свеча не в вашу сторону он не набирал кучу сделок свеча может пойти например на 100 пунктов а у вас значение 21 да и соответственно он может открыть 4 сделки на одной свече на новостях поэтому рекомендовано на новостях отключать его как правильно закрывать ордера если есть просадка говорю если просадка небольшая то отключаем автоторговлю первым делом нужно включить автоторговлю потому что если вы ее не отключите закройте ордера он заново откроет то есть включаете автоторговлю и закрываете все ордера вот если же просадка большая то я уже ответил на этот вопрос насчет еще раз закрытия хотел тоже сегодня такую фишку увидели возможно многие про нее знают я раньше не знал а я сам вот на реальный счет подставлял себе на выборах все и там у них есть приложение свое то есть То есть у меня есть приложение RoboForex, есть приложение MetaTrader 4. Можно как из одного, так и из другого смотреть. И в приложении RoboForex именно, если вы открываете свой счет, как бы заходите под логином, паролем своего счета, там есть кнопка «Закрыть все сделки». Вот для этого робота эта кнопка очень актуальная, потому что иногда бывает там по 20 сделок. На прошлой неделе, например, я когда закрывал, там писало 20 сделок, я на крестике нажимал 20 раз. Это может быть не совсем удобно. Я уже сделал запрос к компанию, чтобы добавили кнопку «Закрыть все сделки» на робота. То есть посмотрим, может быть на робота эту кнопку добавят, но пока либо вручную, либо попробуйте, не знаю, как на других платформах, кто торгует по другим платформам, есть ли такая функция. На RoboForex в терминале в этом приложении на телефоне есть такая функция «Закрыть все сделки», что очень удобно. Что, если просадка большая, к концу недели все равно закрывать все сделки? На этот вопрос я уже ответил. Если просадка небольшая, закрываем, большая, лучше не фиксировать минусы. На ваше усмотрение. То есть может быть для кого-то 7% просадка терпима, то есть он отторговал 30% за неделю, у него просадка 7%. И он говорит, что ну круто, я закрою 7%. А кто на более консервативных настройках торгует, для кого-то просадка там и 5% большая. Поэтому тут в зависимости от вашей стратегии, от того, сколько вы заработали на этой неделе. То есть вы сами для себя определяете размеры просадки. Опять же скажу, что еще можно смотреть на четверг. А если видите, что в четверг очень много новостей, то можно закрыть побольше просадку. То есть не 5%, например, а 7%. Если же видите, что четверг спокойный, то можно подождать. То есть все на ваше усмотрение. Вот по левелгоритму 21 вопрос. То есть его можно в режиме торговых двигать, если вдруг на паре его активность уменьшается, немного не доходит так. По этому значению я скажу так. Вот у меня будет один ответ. И сегодня, и всегда. Это значение для профессионалов. Если вы знаете, что такое грит, и вы знаете, как использовать эту четку, самостоятельно у вас вопросов не будет. То есть все на свой страх и риск рекомендуется значение 21 и ставить. Потому что я знаю, что сейчас, если я буду рассказывать более подробно про это значение, у многих новичков возникнет желание менять, как бы передвигать в меньшую сторону. Там некоторые поставят 6 или 8. Такое возможно. Как бы все хотят больше заработать. Вот, соответственно, я как бы не рекомендую это значение менять. Если вы разбираетесь в роботах, разбираетесь, что это значение означает, вы сами можете определить. Я уже сказал, что чем меньше это значение, тем более агрессивная торговля, чем большее значение, тем более консилативная торговля. Скажите, пожалуйста, в среду 21.00 отключаем их в торговлю, и потом закрываем плюсовые сделки вручную, или можно не закрывать сделки вручную? Рекомендуется закрыть сделки вручную. Все. Не только плюсовые, а вообще все. Если просадка небольшая. Потому что вы можете обратить внимание, то есть по некоторым сделкам у вас там, которые еще не отработали, свежие сделки, там может быть очень большой размер стоп-лосса. То есть тейк-профит обычно стоит там 30 пунктов по 5 знаку, да, по 300, ой, 30 пунктов по 4 знаку, а 300 по 5 знаку. До него может идти, но стоп-лоссы там большие, как бы, и можно зайти в просадку. Понятное дело, что можно потом открыть феджирующий ордер, который в просадку отработает, но лучше просто все закрыть и не переживать. Заметил ли ты разницу в работе с разными брокерами? Я тестировал только два брокера, RoboForex и ICMarkets. Ну, разницы особо нету, никакое единственное, что на ICMarkets там спреды меньше. Соответственно, там где-то пару-тройка центов со сделки там выгоднее будет торговать. Но там другие тоже фишки есть. То есть вот я реально счет пока запустил на RoboForex. Посмотрим, может быть, буду и другие счета запускать. Опять же, смотрите, такая тоже фишка. Вот вопрос был по поводу плечей. То есть на RoboForex плечо 1.300. Вообще рекомендуется плечо 1.200 и выше. Но есть некоторые люди, которые хотят торговать агрессивно и без equity протектора. То есть вообще полностью рисковать всем депозитам, но при этом зарабатывать больше. Соответственно, кто планирует торговать без equity протектора, без защиты своего капитала, здесь есть такое правило. То есть чем больше кредитное плечо, тем большую просадку можно выдержать. И, соответственно, вы можете найти брокера с плечом 1.500-1.000, чтобы выдерживал побольше просадки. Потому что на RoboForex максимально плечо 1.300. Вот я торгую с equity протектором, поэтому меня 1.300 более чем устраивает. Потому что просадка у меня не может быть более чем 20%. А как мы с вами знаем, кредитное плечо влияет на размер просадки. То есть какую просадку сможет выдержать счет наш. Что за ошибка на графике вышла и все сделки закрыла? Да, это не первый такой вопрос. Мне такие вопросы задавали. Была такая ситуация, что выскакивает ошибка на графике, там получается он горит не голубым, а красным цветом, начинает загораться, пишет статус инвалид. И в это время иногда, не всегда, но иногда бывает, что он скрывает некоторые свои сделки. С этой ошибкой мы передали ее в компанию, эту ошибку, чтобы они разобрались, что такое, как это устранить. Компания пока что предполагается, что причина в брокере, потому что на некоторых брокерах есть такая ошибка, а на некоторых такой ошибки нет. Но еще вопросы есть, пока окончательного ответа на вопрос мы не получили. Если будет какое-то четкое решение, как можно от этого избавиться, то, соответственно, я поделюсь с вами. Про центовый счет, а можешь сказать, всех интересует, чтобы начать с 500 долларов? Да. Сейчас немножко выпью. Классика. И расскажу. Значит, смотрите, по поводу центовых счетов. И реальных. Все зависит от того, на каких настройках вы хотите торговать. Например, если вы хотите торговать 1000 долларов на 001, но при этом у вас всего 500 долларов, то вам реально счет не подойдет, потому что минимальный размер лоба 0.01. Если же вы, например, планируете торговать 1000 долларов лоб 002, соответственно, вы можете начать 500 долларов от 001. Это практически то же самое. То есть по соотношению. Там есть небольшие различия, но в целом 500-001 можно начать. Если же вы хотите с более консервативными настройками начать торговать, то вы можете открыть центовый счет и положить 500 долларов на центовый счет. Они будут отображаться у вас как 50 тысяч центов. И настройки используете, получается, как для счета 50 тысяч долларов. То есть лот 001 на 1000. Соответственно, если у вас 50 тысяч центов, вы используете лот в 50 раз больше. То есть 0.5. То есть 0.5 на 500-долларовом счете на центовом. То же самое, что 1000 на 001 на реальном счете. weekly goal reached. Круто, поздравляю. У кого-то еженедельная цель достигнута. Но я скажу так, что кто ставил 5%, у многих вообще в понедельник еще цель закрытая была. Поэтому я не ставлю цель слишком маленькой. Почему? Потому что он закроет 5% и все. А потом в понедельник, а потом 2 дня не торгует. Для кого-то этого достаточно, для крупных счетов. Мое мнение такое, что 5% для меня это неправильно немножко. Потому что 5% в неделю – это 20% в месяц максимум. И это при условии, что он вообще в просадку заходить не будет. То есть если он будет идеально торговывать, он будет давать 20% в месяц. Но, опять же, ситуации бывают разные. И некоторые люди считают, что 5% мы ставим, он быстрее закроет, не будет подвергаться риску. Но вся фишка в том, что вот этот риск, он может сразу же выйти, как только вы в понедельник, в понедельник ночью запускаете робота вашего, там 2 часа, да, у вас может пойти сразу же большая просадка, и робот, например, не отработает прибыль, да, и уйдет в просадку 20%. И вы закроетесь по 20%. Соответственно, чтобы эти 20% отработать, вы можете посчитать, что вам потребуется, ну, месяца-полтора, наверное, месяц-полтора, ну, не менее, чем месяц, для того, чтобы выйти из этой просадки. Если вы будете периодически ловить вот эти 20% отработать в самом начале недели, а такое может случиться, то, ну, прибыль будет просто вообще мизерная. Поэтому я думаю, что оптимальное значение может быть, ну, хотя бы 10, ну, и выше там прям на ваше усмотрение, насколько вы хотите поставить. То есть, ну, я такой вот 15% поставил, например, мне 15% устраивает. То есть, 10% для меня тоже маловато. Тем более, что я увидел, что те же 10% я уже сегодня закрыл, а у меня еще есть завтра день, хороший день, безновостной, на котором можно больше сработать. Мы и так торгов с понедельника по среду, то есть, я понимаю, если бы у меня с понедельника по четверг торговалось, тогда, да, там, как бы желательно пораньше выйти из рынка, а так с понедельника по среду у нас еще есть четверг целый, чтобы выйти. Поэтому тут все на свое усмотрение, я просто делюсь своими рекомендациями. Я отключаю новости с тремя боками. Извините за сленг. Да. Есть, кстати, разные календари. Вот для примера приведу два календаря, forexfactory.com и investing.com. На investing.com там большее количество новостей. Вот. На forexfactory.com там меньшее количество новостей, и они более такие, вот прям самые такие, как сказать, максимально агрессивные, максимально значимые. Вот. И, соответственно, тут, опять же, на ваше усмотрение, если вы хотите, у вас есть время, есть возможности, вы можете по инвестингу, например, отлучаться. То есть, там гораздо большее количество новостей. Для примера, вот сегодня в 5 часов новости были по Москве, по доллару, например, можно было отключиться. Вот. Я сам торгую по forexfactory. Я думаю, что вот прям самая, вот стопроцентная основная новость там есть, как бы, возможно, некоторые там, ну, будут не допускать, но я думаю, что я буду отключаться только прямо на самых сильных новостях, а на таких менее сильных не буду. Но, опять же говорю, если вы хотите торговать более консервативно, меньше рисковать, вы можете на всех новостях отключать с тремя звездами. Так, так, так. Следующий вопрос. У какого брокера лучше торговать? Forex Choice вроде отсоветовали. Вообще, в Forex Choice, как бы, есть рекомендации много. Смотрите, то есть, компании иногда рекомендуют брокеров для американцев, потому что американцам не на всех брокерах можно торговать. И тот же Forex Choice, он как бы для американцев. В то время как, ну, европейцы понимают, что есть гораздо более крутые брокеры. И в Forex Choice, как бы, ну, нет смысла узнать, что можно найти лучшего брокера. Вот. Но на других, на более лучших брокерах, например, нельзя зарегистрировать, нельзя зарегистрировать в США, поэтому они выбирали то, что есть. Вот. Там еще у них какой-то есть брокер сейчас, который они рекомендовали. Честно, название не вспомню. Вот. Но я видел, что там Паша, наш фашистящий спонсор, он скидывал рекомендации по этому брокеру. Опять же, я, ну, чисто мое мнение, то есть, это рекомендации больше там для американцев, да, или для тех стран, которые не могут зарегистрироваться на европейских брокерах, на большинстве европейских брокеров. Вот. Ко брокеру вопрос, как сказать, неоднозначный. То есть, каждый может торговать с тем брокером, который ему нравится. Вот. Я лично, например, торгую рыбу в Forex, да. Есть люди, которые любят Alpari, есть люди, которые любят Forex4U. Вот. Кому-то там одни нравятся, кому-то другие, то есть, кому-то IC Markets нравится больше. Много разных. Вот. Компания дает рекомендации. На данный момент компания для европейцев рекомендует IC Markets и Pepperstone. Вот. Оба брокера с австралийской лицензией. Вот. В чем плюс, именно брокеров, которые компания рекомендует? У них лицензия не оффшор. Это строго какая-то крупная, получается, страна с нормальной, как сказать, лицензией, вот, где все очень строго в плане вот этого. Вот. Поэтому IC Markets и Pepperstone прям такие вот жесткие, как бы, с жестким регулированием, брокеры очень хорошие, с низкими спрэдами. Но там есть свои минусы. Например, в IC Markets личный кабинет на английском языке. Да. Многим это просто, даже вот это не нравится. То есть, везде есть плюсы, везде есть минусы. Вот. У кого-то плечо больше, да, у кого-то плечо меньше. У кого-то, ну, с выводом там, у кого-то лучше вывод, у кого-то хуже, да. То есть, вот, вот сравнивать Roboforex с IC Markets, да, то есть, мне Roboforex очень нравится. Я вывожу деньги, нет, деньги они выводят там через несколько часов всегда. Иногда там 2 часа, иногда там 3 часа. Ну, очень быстро, как бы. Вот. Тот же IC Markets, там торговые условия по уши, там спреды поменьше, чем на Roboforex, и плечо побольше. Там деньги выводятся, может быть, 3 рабочих дня, да, вот, поэтому для некоторых это тоже, как бы, будет плюсом или минусом. Вот, поэтому вы можете разобрать всех брокеров, изучить торговые условия, спреды, комиссии, что там еще у нас есть, плечо кредитное, регуляцию, способы ввода, вывода и сроки, и выбрать того брокера, который вам больше всего понравится. На новостях отключаем автоторговые сделки, перед новостями тоже закрываем. Да, я на этот вопрос уже рассказывал сегодня более подробно. Вот, хороший вопрос, а как выгоднее четырехчасовой график или D1? Честно скажу, и так, и так хорошо. В принципе, и на том, и на том графике результаты нормальные, поэтому тут на свое усмотрение. Вот, D1, он более, как сказать, такой долгосрочный. То есть, на что влияет, да, график, сейчас стараюсь объяснить. Когда у вас, ну, например, H4, у вас получается, одна свечка идет четыре часа, когда D1, у вас свечка идет один день, да, и когда у вас робот принимает, как сказать, решение по точке входа, да, то есть, куда заходить, какие сделки байд, какие сэл, да, то есть, на четырехчасовом графике он смотрит, исходя из тренда четырехчасового графика, то есть, байли, бобсел, да, на дневном, исходя из более долгосрочной перспективы, исходя из тренда на D1. Вот, может быть, такая ситуация получится, что на H4, например, тренд нисходящий, да, но на D1 он нисходящий, он может сделать разную сторону открыть. Вот, я торговал и так, и так, мне больше аж 4 понравилось. D1, как бы, он тоже неплохой и иногда даже лучше результаты показывает, вот, как бы, но тут, на ваше усмотрение, мне аж 4 больше нравится лично. То есть, просто отключил автотрейдинг, недостаточно для отключения торговли, достаточно, просто нажимаете кнопку автотрейдинг либо автоторговли на русском и все, у вас торговля больше не осуществляется, но при этом у вас же сделки, если открытые, они сами по себе не испарятся, вот, они, рынок продолжает работать, сделки висят у вас открытые, вот, и, соответственно, тут два варианта, если бы они, по 100% по take profit закроются рано или поздно, либо лучше вручную просто их закрыть и все. Как можно осуществить функцию отключения торговли под таймеру? Убираем, вбиваем все даты, время отключения, включение бота и не паримся по новостям. Мне кажется, это очень легко. Да, функция фильтра новостной, он бот включен в робота. Вопрос времени и это все будет. Они уже хотели подключить Forex Vector'е сейчас, но там что-то с IP-ключами у них и, соответственно, они до сих пор не подключили. А другой календарь они решили не подключать, потому что, ну, тот же инвестинг, там много новостей, как бы, и если вам постоянно будут включаться, включаться, как бы, иногда тоже это не есть хорошо, вот, и они хотят именно Forex Factory, я надеюсь, что они решат эту проблему. Вот, но в будущем это будет. Сейчас пока, к сожалению, все вручную приходится делать. также хочу сказать, что вот скидывали ребята информацию в чат, я особо на нее внимания не обратил, но знаю, что есть какая-то информация в плане того, что там какой-то то ли таймер можно поставить, то ли что-то еще, то есть какой-то алгоритм есть, что можно сделать, чтобы он отключился или отключился как-то, когда нужно. Вот. Поэтому, я не знаю, если кто знает, спросите у спонсоров, может быть, кто без спонсоров знает точно, как это делается. Либо, например, можно, вот новость там в 4.30, да, по Москве, грубо говоря, вы можете там поставить какое-нибудь отключение компьютера там, либо что-нибудь, отключение WPS там на 4 часа, к примеру, и все, а потом с этого просыпаетесь и включает. То есть у вас выключится, вы торгует до 4, но не поторгуете больше. Ну, либо, опять же скажу, что если кому-то неудобно отключать по времени, вы можете пораньше отключить, попозже запустить. Не думаю, что страшно произойдет, если лишних несколько часов не поторгуете. При максимальном открытии количество ордеров в размере 12 область сливает минус, честно скажу, не знаю, потому что я не доходил до этого. У меня 4 максимально было открыто ордера. Так, да, у меня 4 максимально количество было на консервативных настройках. Я думаю, 12 ордеров может быть только если вы на очень крупную сумму поставите очень низкий лот какой-то, то есть у вас, например, грубо говоря, 10 тысяч долларов и лот 0.01 и equity протектор отключен, да, и например, он пойдет как бы не в вашу сторону и долго-долго-долго-долго будет идти, только в таком случае он может набрать 12 дел. По-другому я даже не вижу, каким образом он 12 может набрать. Да, я поставил его себе. Андрей, я слышал, что нужно регистрироваться на каком-то сайте с абонентской платой, которая дает сигналы для робота. Регистрироваться нигде не нужно. Всем партнерам, кто подключился в компанию, до конца 30-дневного периода будет эта услуга доступна, называется второй продукт Trader Compass, ручная торговля по сигналам, есть чат в Телеграме, но там есть некоторые моменты, пока обучение только на английском языке, то есть там не просто есть сигнал, да, вы заходите в 5SL, то есть сейчас там нужно чертить треугольники определенные, то есть чертить треугольники, ждать пробития этого треугольника и потом только заходить в сделку по этому сигналу. Есть определенные трудности, я вот некоторым своим ребятам дал информацию, то есть уже некоторые протестировали, кому-то понравилось, кому-то у кого-то сложности определенные возникли, вот поэтому я думаю, что как компания официально эту информацию удаст для всех, соответственно, мы тоже в чат информацию дадим, и те из вас, кто хочет сам попробовать на этом инструменте поработать, вы можете также протестировать до конца 10-дневного периода, он будет бесплатный. Вот, по результатам скажу так, прямо такой четкий результат в процентах, я знаю одного человека, Паша, его зовут, он поторговал в один день за 100 долларов заработал 30% с лишним на этом роботе, то есть, он, кстати, это не робот, точнее, извиняюсь, а по сигналам, то есть, по этим сигналам можно начинать торговать со 100 долларов и в зависимости от настроек, то есть, можно зарабатывать очень много, но нужно, как бы, разбираться, потому что, если человеку без опыта дашь вот эту информацию, как бы, ну, очень много вопросов будет. Те, кто с трейдингом знаком, кто знает фигуры теханализа, кто знает какие-то паттерны, кто знает тренд, получается, кто умеет чертить линии тренда уровень поддержки сопротивления, как бы, тот может попросить у спонсора информацию, как подключиться к компасу и протестировать его. Я, почему у тебя пара не в том порядке, как в методичке? Не знаю. У меня на одном роботе, скорее всего, как в методичке, на другом не как в методичке, потому что я не помню, что там произошло, что-то я одну, короче, пару закрыл, а потом заново закрыл, она мне, получается, вылезла. По-моему, вот это, да, евро, австралийский доллар, короче, то есть я, походу, ее закрыл изначально, вот, а потом она мне в конце, короче, вылезла. Скорее всего, и с этим связано. Если просадка осталась больше допустимой, нужно оставлять робота только те пары, по которым просадка или все, все, как бы здесь все пары, они между собой взаимосвязаны, поэтому, как бы оставляем на все пары, то есть либо все оставляем, либо все закрываем. Забиваем лицензию, второй номер, второй новый счет на аккаунт, обновляем для запуска, в итоге уже установлен ранее, работающий первый счет выбивается, отключается, снова запускается. Почему так? Все верно, так и должно быть у вас сейчас на одном аккаунте всего одна лицензия, если вы вставляете номер счета и он у вас активен, соответственно, только на этом счете будет торговля. Это привязка к торговому счету. Если вы хотите протестировать два счета или более, вам необходимо зарегистрироваться еще раз в компании, создать себе еще один личный кабинет и, соответственно, на втором личном кабинете, который должен быть зарегистрирован на другой имейл, там вы можете туда вбить второй номер счета, в компзен торговать. То есть, если вам нужно несколько счетов, можете сделать несколько кабинетов. пока это бесплатно. Почему 21 час в среду закрываем они в 24? Не пойму, как на одной паре открываются сделки с Эллобай. Почему 21, а не 24? Потому что в 24 часа ночью идет переход как бы с одной сессии на другую торговую и спреды очень сильно расширены. Вы можете посмотреть, понаблюдать спреды где-то в районе полуночи, в 11, с 11 до часа повторить, какие у вас спреды будут. Опять же, как это делать, рассказываю на телефоне. И там спреды очень большие, и вы просто будете терять на этом деньги. Поэтому рекомендуется выходить заранее до того, как спреды будут расширены. плюс еще слоп. То есть, если вы, например, не выйдете до нуля часов по Москве, соответственно, вы еще и за слоп в некоторых случаях заплатите за перенос на следующий день. Чтобы торговать на двух счетах, нужно приобретать двух роботов? Вообще, да. Сейчас пока это бесплатно, но на будущее, да, если вы хотите торговать на двух счетах, вам нужно приобретать два робота. Один робот привязывается только к одному счету. Опять же, есть разные варианты. Можно купить их с одного аккаунта, можно с двух. Сейчас пока бесплатно, понятное дело, что мы можем регистрировать сколько угодно аккаунтов. Когда это будет платно, напомню, по стоимости 247 долларов в первый месяц, а далее по 169 долларов ежемесячно. Это первая лицензия. Также будет промоушен для первых 5000 человек, которые платятся вместо 247 будет 197 долларов в первый месяц. А если вы хотите приобрести второго робота, например, на этом же аккаунте, он у вас будет стоить 99 долларов в первый месяц, то есть не 247, а 99 всего. И получается, далее ежемесячно вы будете платить 69, то есть не 169, а 69. То есть уже гораздо выгоднее. Третий робот, если вы хотите три робота на одном аккаунте поставить, на одном личном кабинете, он также будет первый месяц 99 долларов и со второго месяца 59 долларов. И последующие роботы будут стоить первый месяц 99 долларов и со второго месяца по 49 долларов ежемесячно. Можно менять в течение торговой сессии D1 на H4 лопнуть с остальной настройки. Ну, D1 на H4 нет смысла, мне кажется, менять, если вы решили с H4 торговать, какой смысл мне нужно на D1. То есть можете, например, когда в начале начинаете, то есть у вас все сделки закрыты, да, и в понедельник, к примеру, вы там выбираете D1 или H4 менять, то есть ставьте между собой, то есть нет смысла менять. Вот, лотность, остальные настройки. Лотность тоже не рекомендуется менять, то есть если вы, например, начали торговать с 002, а потом захотели перейти на 001, соответственно, сначала нужно подключить автоторговую, закрыть все сделки, поменять лотность и потом только перезапустить. Вот, либо наоборот, если вы хотите повысить лот, ну, тоже лучше все-таки рекомендуется закрыть все сделки, поменять лотность и потом только запустить. То есть лучше, ну, не менять, когда сделки открыты. А если роботы на новостях будут отключаться и включаться сам, как быть со сделками, закрывать вручную или как-то иначе. Кто тестировал первую версию, видели, что там было в настройках такое меню, что отключается за столько-то минут до новостей, включается через столько-то минут после новостей, и было такое поле закрывать сделки либо нет. На самом деле, как бы, такой спорный момент, да, закрывать либо нет, то есть можно либо да, либо нет быстрее. Вот, если вы хотите, чтобы закрывались, нажимаете да, если нет, нажимаете нет. Вот. Вообще, в идеале, как бы, я еще не писал, надо написать компанию по поводу этого, о том, чтобы они сделали еще уровень просадки, то есть, например, при просадке до минус 3% закрывать сделки, при просадке там минус 4% уже не закрывать, чтобы еще такой фильтр установили. Я себе запишу это и передам. Я думаю, что, скорее всего, они так, наверное, и сделают. Так, ну, и должно быть, по идее. Так, далее. Следующий вопрос. Поехали. А если он будет автоматом на новостях? Я уже ответил. MaxLevel 12. Это по одной паре или по всем счастью? У меня сейчас открыт 18 на 6 парах, где будет 1000 на 0.1. Это по одной паре. Расскажи еще про Компас, пожалуйста. Куда обращаться, что делать? По поводу Компаса я рекомендую обратиться к вашим спонсорам, чтобы они вам передали информацию. Если они не знают, то пускай уже стоящий спросит. Потому что там есть некоторые трудности и в открытый доступ лучше пока не скидывать, потому что, ну, мы с этим, короче, роботом сейчас просто заработаем. Времени не хватает ни на что. Если сейчас еще по Компасу, короче, помогать, отвечать на все вопросы, учить людей, то тогда вообще не справимся. Компасом будет обучение. У нас уже продуман план, как что с ним делать. Но нужно время для этого продукта. Сейчас пока все на рингере направлено. Но те, кто хочет, уже могут самостоятельно разбираться в нем, тестировать. Поэтому обратитесь к вашим спонсорам по поводу Компаса. За вывод средств в дальнейшем какой процент забирает компания? Если вы говорите про вывод средств с брокера, это в зависимости от брокера. У разных брокеров разные условия по выводу, разные комиссии, разные варианты выплат. Я, например, пользуюсь RoboForex. Вот вывод скиви без комиссии на карту. По-моему, полтора процента комиссия за вывод. Вот без комиссии. И вторник, четверг, ой, первый и третий вторник каждого месяца без комиссии можно выводить. То есть все зависит от брокера. Если говорить про партнерскую программу из компании, то компания выводит вообще все без комиссии полностью. Ну, по крайней мере, раньше выводила без комиссии все. Когда обучение по Компасу? По Компасу будет обучение, как только будем к этому готовы, как компания анонсировала данный продукт. То есть пока компания официально не анонсировала еще этот продукт. Это как вот с рингером получилось. То есть пока не было много, не было официальной информации, то есть не было настроек. Дали робота, не сказали, что пока лидером протестировать желательно. Только лидером, да. А в итоге мы, как сказать, люди щедрые, решили, что ну вот люди ждут, у всех там терпение, как бы уже хватает, все там хотят уже работать, да. И давайте дадим всем просто этого робота, пускай поставят на демо-честак, поработают и все. В итоге, сами видите, к чему это привело. Просто люди получили роботу, но они не знали, что с ним делать. То есть не знали, на каких настройках работать, не знали, что делать, как, что, и не было понимания. В итоге некоторые люди просто испугались, и некоторые люди просто ушли в какие-то другие компании, некоторые просто вышли. То есть не разобравшись с роботом, что с ним делать, как-то, ну, получили такую, можно сказать, негативную волну какую-то, и все. Вот, с компасом то же самое, это классный продукт, реально, как и рингер, но нужно время, чтобы с ним разобраться и дать информацию, поэтому дали пока тем людям, которые нормально, короче, реагируют на обучение, на понимание, на, как сказать, ну, тем людям, которые смогут нормально как бы обучиться, не то, что там, поторговал два дня, что-то не получилось, что-то неправильно сделал, там, треугольник неправильно нарисовал, и потом сказал, что продумал говно, поэтому пока так, как будет все официально анонсировано и протестировано, для всех будет это все доступно, но, опять же, говорю, если вы готовы, обратились к вашим спонсорам, они вам дадут информацию. У меня депозит 8 тысяч долларов, и лотность 0,02, на каждую тысячу, сейчас просадка 1555 долларов, и уровень может быть 430, если вам будет глубже уходить в просадку, можно ли вручную что-то сделать, чтобы выправить ситуацию, например, выключить и закрывать тяжелые ордера вручную. Надо считать так. Ну, а если у вас выставлен equity protector, 20%, например, то он по нему закроет, у вас уровень маржи никогда не опустится до стоп-аута. 430 уровень маржи, в принципе, достаточно хороший. Ниже 100% только уровень маржи стоит переживать вообще. То есть, опять же, на разных брокерах разные условия, где-то там 40%, где-то 50% уровень стоп-аута. Опять же, расскажу по Рабо Форексу, так как знаю, там уровень стоп-аута 40%, и все, что выше 100%, это нормально. Если вы с equity protector на торгуете, у вас не будет опускаться никогда. Не пойму, как на одной паре открываются сделки sell-buy. Значит, тут применена стратегия хеджирования, то есть робот, например, открывает сделку sell, но он видит, что направление поменялось, например, он по другой паре, которая, можно сказать, позакрывал сделки, открыл другую сторону, но здесь, соответственно, он просто открывает хеджирующий ордер, то есть ни туда, ни сюда. Это кто в Легерстаре, одна из фишек Бенджамина. То есть, вот этот робот, он, говорю, похож немножко на Бенджамина, там примерно так же было. То есть, либо идет усреднение, как бы, take profit общий, либо идет хеджирование. Есть какие-то параллели, как бы это другая тема, конечно, но какие-то фишки есть оттуда. В каком случае нужно два или три робота, если можно просто увеличить сумму счета? Два робота необходимо, вы, например, во-первых, если вы планируете одним роботом пользоваться, рингером, например, и вы хотите с разными настройками тестировать, то есть один, например, 0,01 на тысячу, и второй 0,02 на тысячу, ну, к примеру. Либо один вы там хотите крупную сумму, там, закинуть, например, 10 тысяч долларов, там, поставить какой-нибудь маленький лот, да, и долгосрочно разгонять его, а другой вы хотите, например, поставить меньшую сумму, более агрессивные настройки и ежемесячно уводить. То есть, торговля на одном роботе по разным торговым стратегиям. Это первый вариант. Второй вариант – это использование разных инструментов. Как я уже говорил, в компании будут четыре различных инструмента. На данный момент анонсировано три инструмента. Первый – это трейдер-лингер, получается, вот этот кольцевой робот, в котором мы сейчас работаем. Он такой будет, как основной флагманский продукт компании, будут продвигаться более консервативные настройки, как можно сказать, такой долгосрочный инструмент для долгосрочного стабильного развития и компании, и наших финансов, да. Вот понемногу, но в долгосрочке по сложному проценту. Вот, а также будет продукт, уже есть, трейдер-компас. Это, значит, ручная торговля по сигналам из чата. Значит, образуются различные паттерны. Робот находит эти паттерны и скидывает сигнал по этому паттерну. Есть уже обучение на английском языке, то есть, как нарисовать этот паттерн, посмотреть, когда там идет пробитие какого-то уровня определенного, определенного поддержки либо сопротивления, когда мы заходим в сделку. То есть, уже такой продукт есть, он предназначен для сумм 100 долларов и выше и может давать очень хорошую доходность, большую. Третий продукт – это трейдер-раннер. Это продукт более агрессивный для небольших сумм, 500 тысяч долларов и все, как бы, и просто на агрессивных настройках с очень высокой ежелечной доходностью 50-100% в месяц. По аналогии, вот с прошлой компанией Silverstar, я знаю, что процентов 90 людей из Silverstar, поэтому, ну, чтобы было проще понять, то есть, вот новый робот, он, как бы, за основу, как в Benji нельзя, да, то есть, вот, который будет агрессивный, да, то есть, раннер, он будет как Гамильтон, то есть, вот, два разных робота, плюс вот этот третий продукт, это сейчас уже есть. Также в будущем будет анонсирован четвертый продукт, четвертый робот, и, соответственно, у кого-то, возможно, будет желание торговать разными роботами. Вот я, например, по-любому буду и на Ринге торговать, и на Раме торговать, вот, плюс, возможно, будет какой-то новый робот. То есть, это круто, когда одна компания предоставляет не одного робота какого-то, да, а несколько, то есть, консервативных, и агрессивных, и по разным стратегиям, и вообще ручную торговлю, то есть, очень много продуктов. Для меня, ну, это вообще, ну, просто круто. То есть, видно, что компания нацелена на долгосрочную работу, как я уже говорил в начале, объем работы просто колоссально выполняется. Это, ну, тысячи сообщений в сутки. Я перечитываю там из англоязычных чатов, с русскоязычных чатов, с лидерских. Вот, то есть, просто очень-очень много и быстро делается все. Вот, и компания, видно, что делается все согласно законам, всем законам, все юридические документы уже получены. То есть, прям вот компания, видно, что такая крупная, пришла серьезно на рынок, пришла на долгосрок, делая так, чтобы запуститься один раз на раз, чтобы все моменты были учтены. Вот, и это мне очень нравится, то есть, что много будет продуктов, много будет стратегий, и множество возможностей заработка с помощью всего одной компании. Был вопрос про LevelMax робота, который 12 делок, после поменяли значение от трассер, делал еще одну сделку, то есть, достижение цифры сделки не закрывает. Я говорил, что это значение пока оставляем 12, и все, и не трогаем. Я думаю, что, ну, по крайней мере, вот на тех настройках, на которых я торгую, я не увидел, что каким образом он может 12 быть на одной паре. То есть, ну, 4 максимум было вот у меня. И все, то есть, мне кажется, если даже equity протектор стоит, он не сможет много сделок открыть. А без equity протектора, ну, блин, 12 сделок на одной паре, со 120, получается, должна быть просадка просто отличайшая. Вот. Как бы... Это прям для таких, для суперагрессоров, короче. Кто боится, можете просто выставить сразу значение 20, короче, и не переживать. Кто прям суперагрессивно торгует, без equity протектора, как бы, ну, можете выставить сразу это большее значение, и все, и не переживать за него, если вы переживаете. Мне кажется, оно и так очень большое стоит, и нет смысла в него обращать. Так, вопросы закончились. У нас почти 2 часа, точнее, полтора часа прошло. Вот. На этом я тогда сегодняшний вебинар заканчиваю. На этой, как сказать, позитивной ноте. В ближайшее время будет очень много новостей. В общем, все отлично у нас, развиваемся. И будем проводить вебинары. Буду стараться каждый раз в неделю проводить, если будет получаться, если не будет получаться прежа. Но будем доносить до вас всю информацию, что сделано в компании, что делать с результатами, с стойками и так далее. Всем спасибо за внимание и всем успехов и хороших результатов на этой торговой неделе.